Я продаю квартиру в этом доме, на втором этаже. Сейчас, к сожалению, не очень хорошо видно, но есть очень красивый сад, который сделан по подобию сада Парижа, называется Жавден де Вош. Вот этот маленький фонтан, яблоневые деревья и очень красивые цветы лета. Сейчас я вам покажу. И еще один ключ, чтобы войти в подъезд. Это дом с лифтом, с тренажерным залом и подземным гаражом. В целом включена фарфовка в подвале, в бейсменте и маленькое подсобное помещение. Сейчас я вам покажу кодор. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь находятся такие здания, как высокие башни 2010 года, 2004 года, четырехэтажные здания. Что интересно, что в этих зданиях можно найти помещение для игры в сквош, джим, подземный пив, бассейн. Снаружи есть бассейн, обогреваемый на соли, есть теннисные корты. Конечно, все это стоит дорого, поэтому конде-фи или сколько стоит услуга этих всех удовольствий и удобств, стоит обычно 500-600 долларов в месяц. Вот сейчас я на берегу реки Цветового Лаврентия к востоку от острова Монреаль. Находящийся всего в нескольких километрах от центра города и известный своими парками и живописными видами, Иль-де-Сер, по-французски, или остров монашек, считается одним из престижных пригородов Большого Монреаля. Почему он носит название остров монашек? В 1706 году он принадлежал монахиням конгрегации до Нотр-Дам, которая приобрела остров и владела им на протяжении более двух столетий. Развитие острова началось с 1960-х годов.